Плохо, когда люди не знают, где какая книга находится в этой книге, и начинают искать возглавление. Мы едем дорогой. Стоят около дороги, одеты, видно, как монашеское одеяние, и женщины рядом. А мы поездки беседеска были. Голосуют. Так же остановитесь. Едем на газели. Ну и посадили вам куда? В Барнавул. А мы в Барнавул едем тысячу триста километров до нас. К слову сказать, довезем обоих бесплатно. Господь так сделал. Начинаем беседовать. Священник. Священник с матушкой. Но мы-то не знаем кто. Дальше разговоры быстро выявляются. Они сейчас воцарили императора над Россией. Его рукоположили, его помазали. Все как надо. Ну все. Чина-то есть где. Но все это игра. Посмотрите, как написано. Откройте такую книгу-то. Он в оглавлении ищет, а оглавление дается в Ветхом Завете. А отдельное оглавление на Новый Завет. И он книгу первую Каринфянам в Галатах ищет в Ветхом Завете. Священник. Но явно, что не в ту степь поехал. Я говорю, что у него же батушка сидела тихенькая, смирная, как она сразу восклицилась. Вы что смеяться решили над батюшкой? Он особый батюшка. Богом помечен. Он император. Император уже. Путин-то и не знает, что он уже никто. Это было сколько лет назад. И все это фотографии его Геозди Михаила. Как-то ему сообщили обо мне. Сюда приезжал, говорит, встреча. И мне по телефону звонят. Он ждет встречи. Я отказался от встречи. Зачем это мне? Комедия нужна. А потом будет Гаврич Саил поддерживать. Вы поняли? Искать, знать где. Я слышал такой разговор. Допрашивает следователь Баптиста. Конечно, не православный. Православный еще не знает. Вы что, Библию знаете? Ну, я должен знать. Я служитель. По-своему. Так. А скажите, что написано в 68 главе Исаии, 5 стих? Он говорит, а там всего 66 глава. 68 глава просто нету. Он еще-то где-то... Он ему ответил, говорит, ну вижу, что вы знаете. Помните, Достер и Николай поставили фильм «Раскол». И он там спрашивает этого вакуума что-то. А он наизусть ему. Смотри. Была передача про Ломоносова. Михаила Ломоносова. И его просто прочитать умеешь? Он говорит, да. Открывай, считай. Он говорит, а зачем открывать? Я так знаю. Что? А его поселили жить у дичка. И он считает по-славянски там... И слушайте то-то. Вот это да. Вот еще что-то его там... А вещелья там вторая, там второй возраст какой-то. Он его за возрастом какой-то? Смотри. Наизусть. Для тебя хоть чай на дички ставь. Представь. Ломоносова дички. Это я вам примеры говорю. Нужно знать. Так. Нееме, посчитайте. Громко читай только. Нееме. Так, Марина, постарайтесь тут будете. Громко читай. Нееме 13 глава 1 стих. Громко. Но я строго выговорила им. Кому? Начни выше читать. О чем? А хотя бы стиха 2. Ночевали торговцы и продавцы всякого товара в Нию, Салима, раз и два. Раз и два. То есть они приходили, чтобы первыми захватить торговые точки. Приходили в субботу, то нельзя делать. А они приходили в пятницу и ночевали. Как только обороты открыли городские, то они сразу раз, лучшие места захватывали в комках. И дальше было... Это книга Нееме и Ездра. Это двое они вместе все это делали. Что он делает? Но я строго выговорил им и сказал... Строго выговорил. Строго выговорил. Не делать этого. А потом... А потом и пятимью сразу наложил. Какую? Зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. Я прихлопну вас. Товары конфискую, а вас посажу. Вы поняли, нет? Просто так человек не понимает. Если раб останется ненаказанным, он не исправится, Писание говорит. Раба нужно давить. Это говорит вся Библия от начала до последней строчки. Ну а я свободный. Свободный в полете камни, которые бросили. Ты за грань не зайдешь. Господь назначил это дело. Я выговорил им. А ведь были такие люди, которые имели власть. Притом торгаши. Это люди на все идут. Как Карл Марс говорил. При ста процентах выгоды. Ну сто вложил. А сто. Двести получишь. Он оживление показывает. Ему интересно. А уже четыреста процентов. Говорят, будто не Карл Марс сказал. Это его слова. Он говорит. Нет того преступления, на которое не пойдет капитал. Даже под страхом виселицы. Четыреста. А церкви две тысячи процентов с крестиков только. Что непонятно то? Что ничего церковного, божественного то нету. Я им выговорил. И теперь? С того времени они не приходили в субботу. Все. Прекратили нарушать. Теперь. Семнадцать три. Я говорил. Прочитать Лух. Слышите внимательно. Не просто так. Выговори. Выговори так, чтобы горело и дымило все вокруг. Ну считай. Семнадцать три. Кто открыл? Евангелие от Луки. В Новый Завет переходит слово. Выговори осталось. Не так, что вы выговариваете. А там, по славу Божию, наблюдайте за собою. Нет. Так. Наблюдайте за собою. За собою. Наблюдайте. Я вас сейчас потащу на ковер. Я вчера, может на два часа позже заснул, всю разбирал эту историю вашу вчерашнюю. Разбирал, молился и разные варианты всплывали. Так. Считай. А если же согрешит против тебя брат твой. Ну не важно, сестра или это то же самое. Выговори ему. Если покаяться, прости ему. Если покаяться. Покаяться не то, что... Прости. А самое первое тоже. Это не прощание. Покаялся, это иметь ввиду, назад не возвращается. Выговори ему. Слушайте. Я их наоборот. У святых было. Как? Один какой-то хороший строитель был. Строитель техникум. Колледж кончил. И в монахи пошел. И строит одну келью. А делает один еще. Вторую келью построил. Третью. Ну по переменке где-то живет. И вот один брат. Водолей он построил. Тут не ладно будет. Погода. Я туда перейду. И попросил у него. А на сколько? Ну пока я построю себе. До осени я. Приезжий тут. Такое дело-то. Ладно. Вот она осень. Вот сентябрь. А он даже не начинает. И живет, и живет. Он посылает ученика своего, который дал ему на квартире жить. И говорит. Узнай. Когда он уйдет. Скажи, что надо уходить. Чего он молчит-то? Не звонит мне. Ничего не. На скайп не выходит. Ну иди. Разузнай. Тот пришел к нему. И говорит. Как ты здесь? Ой. Как хорошо здесь. Мне никуда уходить же не охота. Он должен сказать. В основном место. Как договор. Был. Все. Он вернулся как? Да он, говорит. Достраивает уже, говорит. То есть ложь. Он не настраивает. Он вообще не начинал. Проходит неделя-другая. Он говорит. Он достроил, наверное. Сходи к нему. А тот знать еще не знает. Он говорит. Учитель благословляет тебя мой. И пошел обратно. Опять соврал. Соврал. И они не знают истинное положение вещей. Этот не знает, что тот не уходит. А тот не знает, что он его выпроваживает. И тогда решил сам. Мы сказали. Он не уходит. Он тогда взял жезлу, свою палку и пошел туда. Идет. А тот-то вообще ничего не знает. Думает. Вот мне он дал. И навсегда поселил меня. Я могу здесь твой каждый день мыть. И что хочу, то и творю. Он побежал навстречу. Упал ему. Благодарю тебе ногу. И вот этот момент. И первый свечер. Смотри, как путем лжи, ложь во спасение. Конь во спасение. Конь во спасение. И вот они теперь так и дружи. Ничего этого нет. Это обман. Ну да, что ясно, что ЖКХ тут мешается. И квартира. Земля неприватизированная. Ну просто у него нехорошо будет. Ложь во спасение нету. Это у старобрядцев. Конь – ложь во спасение. Когда смотрим, говорит, и конь ненадежен для спасения. Ненадежен, лживый. Ты сядешь на него, он споткнется. А старобрядцы – конь – ложь во спасение. Конь. Как конь. Я на лжи и веду в рай. Почему? А я ради спасения делаю. Именно у них учение это прямо стоит где-то. Вы до сих пор понимаете? Теперь отвлеченно. Кто плескал сюда? Выйдите сюда. Кто воду плескал? Выйдите сюда. Все, двое там. Вот идите рядом. Выйдите сюда. Так. Садитесь, я дошел со мной. Я тебя не пробую. Кто другой. День назад, эта же история была, видите, на полу какие-то там разбуды где-то. Вы это делали. Я предупреждал неоднократно, что здесь хозяев когда строили, и отдушину там не сделали. Дом стоял там, 15 лет, никого не было. Вот этот пол сохранился, где-то маленькая отдушина есть, а там не было. Пол полностью превратился в труху. Взять даже нельзя. Берешь в руке, а там пыль одна. И гвозди в пыль превратились. Мы столько труда положили. С таким трудом. Тут Михаил Михайлович Кальмаев был. Это надо выписать доски, это дорогая цена сороковка. Мы выбирали на пол хорошие, то есть цена еще выше. В шарчный день проводим. Теперь отобрали где-то. За машиной. Пока за машиной, они там и середки хорошие вытащат, и гнили туда. Ну, русский человек. Дороги и воры. Это всегда у них название с проблемой. Я не люблю это слово, не употребляю его. Я говорил. Это о сырости. И я должен позаботиться о том, чтобы сохранить для будущего здесь. Придупредил. Прихожу. Мама твоя моет здесь. Моет как на венолеуме. Вода. Вообще. Я сказал не делать этого больше. Теперь. Вот это выбросило. Какая-то судьба на это. Вы это делаете здесь. Я вас отсчитал как следует. Отобрал тряпку. Это тоже участвовало? Да. Участвовало? Тряпка какая-то непонятная в виде простыни. Надо тряпку, чтобы она твердой была. Я буду сам. Сам буду подметать. Потому что вижу ничего нельзя. Это искушение. Вы мне такое искушение вчера устроили. Я должен был думать, что делать дальше. Явно, что вы идете на зло. И ночь прошла, вы опять не идете. Я предупредил не трогать пол. Я сам буду его мыть. Как? Тряпкой я его выжил. Воды нету. Теперь я затек. Все. Видела я это делала? Зачем вчера мы опять начали делать? А прошла одна ночь только. Забыть некогда. Зачем ты это делала? Понимаете? Мать и дочь. Есть такое выражение в Библии. Зачем ты это делала? Я должен знать. Я нападаю на мать. Она отвечает за тебя. В прошлом году у нас была девочка. Вы не понимаете, что такое называется маньяк. Как маньяк. От нее к Володе пришлось затащить топоры, молотки, гвозди. Она выходит как будто на город. Она сразу молоток уберет, гвозди забивает везде гвозди. Только она делает кораблики какие-то. Мы гвозди не успели вытаскивать. Но кто еще в прошлом году помните? Маша. Не будем говорить откуда, чтобы не догадались. Ладно, нет. Нынче гвозди не прячем. Стоят. Но вы делайте по-своему. Маленький, чуть-чуть тяжело. Надо порточку открыть. Она держит сильную. Начала. Вынула. Стекло не поставила. Рядом разбила. Осень. Холодно. Стекло нет. Зачем же ты открывала-то? Вот она рядом живет. Одним градусом начинает перепасть. Да какой же ты верующий-то? Верующий огонь, вода, медная труба должен проходить каждый день. Я говорю громко. Я плохо слышу. И поэтому не цепляйтесь за голос. Мне каждый раз приходится вам говорить. Вы говорите, записываясь. Что-то сопят под носом. Люди спрашивают, почему так тихо говорят. А что громко я говорю? На меня нападки. Я говорю так всегда. Поэтому меня слышат очень далеко. За океаном и там бурлит все. Бог дал мне голос. Как у Игоря Добынова, у него луженый голос. Вот так. Зачем ты вчера начала плескать и опять ее подметать? Вот она где. Но ты плеснула вот вот сюда. Пыль здесь. Как эта пыль может теперь... Влияние какое на нее? Вот так вот. Смотрите. Я и спрашивать не буду. Ну рассказывай быстрее. Зачем ты делай? Я на тебя ничего не люблю. Я пошел на маму. Мама твоя. Тебе сколько лет? Одиннадцать. Пятнадцать? Одиннадцать. Одиннадцать. Вот Илюшка ходит, он одиннадцать лет. Представь. Ты крупная, здоровая, хорошая. Тебя надо все время к кому-то привязывать. Все время руки назад стоишь, делали камни. А прости как мотылек летает. И ты тогда давай за ведро. Я движу начала прыгать. Она увлекается. Увлеченная у нее работа. Здесь ты ничем не увлекалась. Я сказал к ведру не прикасаться. Я это рассматриваю как вредительство. Сталинская статья. Вредительство. Мы лишимся. Если одной комнате лишились. Затей нельзя дом в восемьдесят один квадратный метр. Мы лишились его. Ночевать негде будет. Покупать не на что. И делать некому. Что ты делаешь? Зачем ты делаешь? Это не линолеум. Вот она туда провалилась. Вода прошла в щели. Она там и все. Она будет сколько надо и столько будет. Вариант у меня один был. Взять на себя. Представь. Я мужчина. Восьмидесятый год. А я с тряпками вожу и здесь выкручиваю. Мне нравится. Я всегда люблю защинять где-то. Дорогу еду. Я все время подчиняюсь. Сижу что-то. Подчиняю. Пришиваю. Мне просто нравится это. И мне нравится быть. Я сказал дома. У себя здесь я живу. Вот такой вот. Я три раза в день подметаю ковры. Я за каждой порошенко смотрю. Это люди которые не знают. Меня думают. А вы живете в грязи. Да здесь ходят. Но у меня дальше не пройдешь. Получил. Зашел. Это улица. Как у людей на крыльце. Обувь я не люблю. Обувь должна быть в комнате. Теплая. Теперь. Ты ногу вытащил. А она на улице. На уличной. Ну тряпка лежит. На тряпке. Ногу стала чистая. Чистую. Когда ты будешь обувать. Отсюда ногу поставь сразу в сапог. На грязной. Это улица. Это грязно. Мы туберкулез все отсекли. Ты понимаешь о чем я говорю? Вот этот участочник. Это улица. У меня. Я запрещаю центр. Там на Иране. Где-то называется. Только в комнате. В комнате мы ногу вытащим. Уже на это не остановись. Потому что ты перешел туда. Я хожу босиком. Ты грязь туда заточнила. Я теперь на простыне. Простынь поворачивается. Теперь мне фактически сапогом заехало. По мусалам. Переходку ты туда перенесла. А я ногами хожу. Я ногами хожу. Я сюда. Но вечером у меня свои процедуры. Мне необходимо. Там что-то болит. Только святая вода. У меня лекарствами заваривают. Но ни одной таблетки за всю жизнь не съел. Запомни. Это мозги. Мозги целые. Мозги целые. Болит сустав. На. По три. А это все почки. Разносит кровь. Ну избавилась? Ну мне легче было. Сколько? От среды до четверга. Потому что нам наросты. Это славчатские отложения. Зачем ты это делаешь? Зачем ты убьешь себя? Ты храм Бога живого. Не уби себя. Я попутно хочу сказать. Ты меня вчера подвела. Ты знаешь как? Я наказание не могу придумать. Я понял, что мне не справиться с вами. Я ухожу. Сергей оставил собак на меня. Я должен покормить. Выгулять. Вот я кручусь. Две кошки. Там собака еще. Заглянул. Опять то же самое. Я на мать. А я не имею. Она не велела тебе этого делать-то. Так, если я тебя обидел, Марина, прости. Вы не правду говорите. Мне еще не нравится. Что ты говоришь? Что ты сказала мама? Сказала, что вы не правду говорите. И дальше. Я не понял. Подойди, скажи. Ну вчера я подошел. Подошел. И я думаю, мать это сделала. Она говорит, что вы не правду говорите. Ей говорит. Мне? Да. Вам. Говорит правду. Я не мог знать правду. Я знаю, что отвечает мать. Он говорит, что ребенок не такой. Я спрашиваю, с нее она рядом? Как так он? Почему тебя обувь там бросил? Неправда. Действительно неправда. Она невиновна. Но она отвечает за тебя. Никто не видел. Никто не остановил. Вы меня заставляете вот так вот переворачивать все события. Что ты сегодня не нальешь. У меня уверенности никакой нет. Нулевая. Что я должен сделать? Игнатий Степанович. Давай. Покруче. Игнатий Степанович, поясните. Подметать как нужно? А? Подметать как нужно по вашим правилам? Чтобы мы знали, как подметать. Можно не подметать, а только затереть и с пылью взять. У нас воды хоть сколько бери. Это другие условия здесь. Что она делает с плеской, это правильно где-то. Здесь нельзя делать. Нельзя. Мы погубили все, что можно было. Пол. Я говорю, сколько за этим полом стояло и делали мы здесь. Это мы втроем здесь. Ой-ой-ой-ой. Вам нужно здесь делать. Бывает через веник. Бывает где-то сбрызгивать. Подместить. Здесь не разуваются. Здесь через 5 минут опять та же обстановка. Можно 20 человек разувших ходили бы. А бывшие все. А разуваются только там, где спят. Только перешагнул и поставил, чтобы на половичке с чистой ногой. Екатерина, тут обдумано. Можно я скажу? Мы вчера с Ниной Николаевной подметали здесь все хорошо. Можно было вообще не подметать. Мы подметали. Вы знаете как? Вопрос кончен. Я сказал, я буду подметать. Мы все в уши ходим. Что подметать-то? Ее только протирать, пусть забирать. Влажность яркой. Она не лететь никуда, ничего. Воды много, колодец рядом. Вопрос снятый. Я отвечаю за это. Нужно записать это все. Сейчас только кончено. Ты возьмешь бумагу и запишешь. К воде не прикасайся нигде. Я имею ввиду мыть. Нигде. Ты поняла меня, нет? У меня запасной вариант есть. Если человек так повышает вот это вот, я не могу избавиться. У меня есть второй этаж над ребятами. Я переведу туда. А там уже никак ты не сможешь. Ни воду туда таскать, ничего нету. Мне это, как говорится, нож в острове. Мы теряем полностью дом. Попалилась нога, все начнет полный гнил. Можешь все убирать. Оно гниет. Вода гноит. У нас есть устав деревенский. Там подробно описано, все как и написано. Что ничего в деревне не сжигать. Разрешалось только весной и осенью. В тихую погоду. Там, допустим, 30 метров от дома. Предварительно предупреди всех в деревне. И выставь пожаротушение средства. Тут трудно найти дом, который не горел. Трудно найти. Вы не наказывайте ее, меня наказывайте. Ну ладно, ладно, садись. Не наказывайте ее. Да я не наказываю. Я сказал, варианты какие-то. Садись рядышком. Садись. Я не наказываю. Я говорю, вариант. Если не прекратится, я просто... Вы нужны на тебя, вы меня вынуждаете. Мы здесь не будем. Он предупредил мне, не понимает. Дальше говорит. Я вбил их. И рвал волосы. Ну скажет ветхозавете. Это они из самых великих людей. Они заботились о чистоте нации, о чистоте города. Избавиться от пробок. У них вопросы стояли, жить или не жить. У нас быть дома или не быть. Не прикасайся к метру. Ты меня слышишь? Это последнее, как говорится, грозное предупреждение, как Китай. Этого делать нельзя. Нигде к полу не прикасайтесь. Мы с этим полом конца нету сколько перетерпели. Ходили, прыгали через это. В комнату упройти нельзя было. Нету. Некоторые лаки еще не развалились. И это все... А потом надо стояки было устанавливать там. Ой-ой-ой. Где вот вы спите? Это все вскрывали пол, под полом там это. И они ничего. Ничего это не дает. Ни здоровью, ничего. Нет. Мы ходим на улицы, пыль, машины проходят. Мы не убираем. Чем мы так боимся этой пыли? Пыль это прах. Называется. Мы все из праха. И в прах в пыль возвратимся снова. Вот затеяли. Каждый день надо что-то делать там. Гладить белье. Зачем? Я сказал, не нарушайте устав. Нарушают. Комары. Комары. Закрой комнату. Вы только пришли сразу. Кто-то дверь открыл. Там ведро с гвоздями открыто. Я прихожу на улицу дверь. А утром все-все покусано. Все. Вы открыли. У меня три комара залетело. Я их убил. Как заходить только с двери. И со стены. И быстро дверь заходил. Все обдумано. Проинструктировано. Делайте по-своему. Маленько погодя. Вот бежу на днях. Повесили тряпку. А ее ветром отдуло. Она висит. И с той и с другой стороны. Вот такое пространство для... Но люди-то спят здесь. Нигде не открывается. Не помрем. А комары тебе надоедать. Ты чеможка такая. Она не пьет. А грезет плоть. Прямо язва. Пятно. Красное. Она выгрызла. И как-то так. Бакфиры есть такие. Он одновременно обезболивающий слюной. И собака повизгивает лежит. А она кровь пьет. И над ней машет крыльями. Птица такая. И пьет кровь. Мертвых собак находят. И человека также. Человек простудиться не может. Она его усыпляет. Вампиры. В другом случае где-то как-то мы можем увидеть. А во сне мы многое не видим. Ты даешь мне слово, что не будешь больше к воде прикасаться? Ни под каким видом. Кто бы тебя не заставлял. Пыль. Много. Мне скажут. Я уберу. Которые лепешки во время дождя. А ног. Собери их. И все. Я могу вам дать крылышко голубиное. Нособок и убрать. Понимаешь? Первое, второе, третье предупреждения. Ну а дальше какое-то надо меры принимать. Вы все уедете. А мы остаемся. И нам думать надо. А зачем это все нужно? Когда мы знаем. Я сказал ведро там. Больше половины не наливать. Которое с водой стоит внизу. Не наливать. Любой, кто идет мимо, ему сразу должны сказать. Вытащить. Почему? Слишком много воды. Вещая на заделе опрокинули. Что у нас там будет? Я должен тогда им какую-то пушку приносить. Которая сушит. Лежу. Полное ведро. Проходит часа два-пять. Полное ведро. Вы тратите много воды. Совершенно безрассудно. Надо мыть. Не надо мыть. Морковка чистится. Я показываю. Вообще мыть не надо. Она чистая где-то. Картошку чистишь. Тоже не надо. Потом только в чашу уголил один стакан. Я показывал как в комнате. У нас ковер. Бумага. Отдельно на блюдо. Налил воды. Специально чашка там кошачья или какая. Бумагу. Бумагой прошел. Везде все стерли. Один стаканом пол помыл. Я в восемьдесят шестом году был в камере. И в это время выступал Михаил Сергеевич Горбачев. Он был где-то в Красноярске или в Иркутске. Речь такая была. Понимаете. Необычная. Несмертное сокровище. Развратили нас. Ну представьте. Брежнев. Разве мог так сказать. Хрущев Сталин. Несмертное сокровище. Развратили нас. Мы тратим пресной воды. Больше нормы. В семьдесят раз. Я такой охнул. Ну в два раза больше. В семьдесят раз. Ее очищают воду. А мы ее поливаем огороды. Люди умирают за воду. Я объяснял вам как. В которой живут люди в Африке. Утром они встают в потемках. Благословение у своих дикарей. Кувшины и женщины взяли и идут. И вернутся только вечером в потемках. Все что в кувшине. Вот это все. На всю семью. Она больше не утащит. Один кувшин. Да еще вода какая. Там слоны пьют. Крокодилы плавают. Бегемоты. И оттуда пришли. Мы больше не едем. Они никуда не едут. Не стонут. От их родина. Их никто нигде не ждет. Вам понятно? Вот эта фраза Горбачева пробила меня. А теперь пишут. Я детей учу экономить. Самый ценный минерал. Воду. Сколько тратить? Вот в баню пошли. Не больше. Который малый тазик. Полтора тазика. Женщине два тазика можно. Но не сверху. Почему? А там один котел. Ограниченная вода. Больше нету. Развали его. Водой ты истратил. А другому даже платочки постирать негде. Я должен эти нормы могу водить. Комар летит. Он что взял? Наложил туда головешек. Поставил. Дым в комнату идет. Открыл порточки. Куда тянет. Комар вылетел. А он забыл. Теперь дно нагрелось. На христе стоит. И провалилось в ведро туда. И загорелось. У других загорелось. Рядом живет пожар. Другая вышла. Доченька вытащи там золу. Она вытащила. Приснула и пошла. Рядом машины стоят. Я иду мимо. Трава полыхает. Прямо около машины. Ну что, нормально? Ну какая же интернация самая истребляющая? Я забежал в комнату. Выгоните уже. Выспеши. Да как же так? Не сыпать. Я указал место, где золу высыпать. И не высыпай ее. Пока не остынет, другой не пощупаешь. Она и высыпает. Надежда Васильевна. Я иду рядом. Плавил. Ты себя спалишь и нас спалишь. Огонь. Это хуже, чем вода даже. Это только потеряет и я беру. Не досмотрели. Вот здесь вот. Вот здесь вот. А там Павел жил мой брат. А здесь матушка. Матушка еще там зажгла. Загорела. А тут привез сынные яблоки. У него яблони растут. Все сгорело яблони. Он теперь прибирает счет. С каждой яблони почти там 12 бедер за 30 лет. И в суд подал. Ну конечно в суд еще нет. А этого могло не быть. Матушке пришлось рассчитываться. Зачем? Да я была рядом. Отвернулась. Прихожу. Плитка. Рыба варится. Пар. Дома никого нету. Не отходи. Включи. На вышаг не отходи. А то-то звонит. Включи. Выдерни ее. Притом выходя из дома из сети выдергивай. Из сети она сама включается. Сама. Ты не надеешься, что там техника. Она тебя подведет сто раз. Камакова улетела, а ты остался с этим дымом. Я вот сколько говорю, это только то, что потеряете. Она зажгла там где-то. У нас там огороды были. Ты покараулит здесь. А внученку 4 года. Ну что она караулит? А когда она уже обернулась, а тут уже пылает, напылает на березы. Это потеряете только. И поэтому вынесли новое решение вообще на территории деревни. Нигде. Никогда. Никак. Я устал. Писал. То предупредили, чтобы средства были там. Все. Клесов. Вода. Ничего этого не делают. Небрежение. А небрежным малым, немерным малым над многим Бог не поставит. Почему? А зачем? Ты это даже не можешь. Ты даже это не можешь правильно сделать. У тебя более инструкции есть. Ты не можешь ответить. Зачем? Опять мочите пол. Когда день назад я его протер влажной тряпкой. Все выжимал. Нигде капли нету. Протер. Ни пыли. Ничего нету. Я взял это на себя. Я считаю это от лукавого. Сатана просто подсунул. И дальше иди делай. Вроде доброе дело. А он все под доброй личиной. Чего тебе заботиться о пыли? Это не твоя забота. Есть старшая. Просить надо на все благословения. Ты не пошла просить благословения ни у кого. А как самовольство? А самовольство значит и из дома уходят люди куда угодно. А потом ай-яй-яй-яй-яй. А уже ничего не сделаешь. Нашли из школы. Пригласили там музыку послушать. Пришла уже не та, что зашла. И теперь ко мне мать. А что теперь делать? А у меня отец пыли саня. А я пойду его застрелю. Понимаете сколько за этим? Я ж тебе говорил не заходи никому. А они мне близкие. Я наказывал и школы, и оглядывайся нигде. Вот и все. Народ-то какой. Вон заголовки за карамельки убил. Просил бы карамельку. 13-летний, 4-летний. А он не дал. Вот его убил. Убил, расколотил. Так умер, то еще карамельку нашли зажатую. А бабку угостила его карамелькой. А не научила как обращаться. Тут просила, она не дала. Этот не дал пацан. На сибирске. Вся раз статья на стене лежала. Нигде никогда никому не садись. Садись подвезем. Не успеешь ноги раскидывать. На сугробе будешь сидеть. Один пьяный, садись с нами. А он пьяный. Он сел, я ногу откинул. В кошелке какие-то. Едем долго. Я говорю, господи, что так долго? Смех раздался никому нет. Я сижу на сугробе, нога в стороне. И бесы исчезли. И он один из степи сидит, нога в сторону у него. Как он сидел ноги растянулся. В господи исчезло все видение. И он тогда не знает в какую сторону-то идти. Где? В степи. И он увидел огонек. А кто-то ночью встал и видимо ночник зажег. И он на огонек выплыл. И все это рассказывает. Хочет. Я вам рассказываю живые примеры. Это искушение. Когда все предупреждено. Я им выговорил. Наблюдайте за собой. Согрешил, выговори. Ты каешься в этом? Ты каяться не умеешь. Ты подвела всех. И маму, и всех, кто здесь есть. Тебе неприятно, это что я говорю. А проверкни. Говорит, молчание – знак согласия. Ты не права. Не права на 100% с присыпкой. Рядом дядя Вова. Это его дом. Ты должна подойти и сказать, что дядя Вова может подмести. А дядя Вову сказал, я запретил это делать. Потому что вы перед тем, как мести, начинаете его поливать, брызгать. Не делать этого. Не делать. Это много просыпали. Рядом. Вот такое можно замести. А остальное не надо. А если надо? Подмести можно. Пускай пыль осядет. Соберем. В пыли нет вреда того, который ей переписывают. Вред, вот он где. Ты поняла? Ну хоть слово скажи. Будешь еще делать это? Нет. Ни под каким видом? Мы собрались на такое дело. Главное, стоит накануне крещения, и какое искушение сатана подсовывает. Любовь скажет, ну чего вот такое мелочь? Кто такой? Это не мелочь. Это дом. Дом. Большая вода. Заходят, где кухня. Это пол мы перестилали. Заново. Весь. Там взять нечего. Труха. Это все у меня перед глазами. И все это из-за сырости. А вы мне эту мокроту разводите. Слушай внимательно, когда что говорят. У нас было в лагере правило. Дети, где мы не увидели спички, не имеют права взять. Он должен пойти старшему и сказать, там лежат спички. Не прикасаться. Почему? Слишком опасно. Это не два года, а 45 лет мы продержались. Сколько у нас принесли? Семь. Семь. Видите, как там старец сказал, скажи так, солги. Надо лучше притерпеть. Ну верующие, мы же смиренные. Смиренные, когда ты как сквозняк пролетел, твоего ничего нет. А когда ты знаешь, что так, то не так. Вот у него свиньи, он плохо их закрыл. А свиньи выскочили. Ну свинья выйдет где-то дома. А эта прямой наводкой по огороду пробежала огород, добежала до нашего огородчика лагерного. Это даже не придумаешь. Нашла где там калитку отварить, зашла и две грядки носом вспахала. Она никогда не была, она дорогу не знает. Ну явно дело, что говорит, вошли свиньи и демоны, легион. Я сразу собрал. Твои свиньи, твои. Идем в грядку осматриваем. Почему 10 заповедь, не пожелай чужого поля. Заповедь, ты нарушил. А если нарушил, ты обязан восполнить. Немедленно две грядки засеть. Полей их теперь. Осенью урожай придешь и скажешь, что я собрал у тебя. Другая гусей запускает. Вот она рядом живет. Она очень любящая скотину, трудолюбивая. А гуси здесь идут. А гуси зашли на поле. А поле барабашу в старости. И колоски стрягут. И два метра, три метра чистое поле. И что, они все постригли. Что делать? Я пошел к батюшке и сказал, ну все, тебе надо. Батюшке надо тихо, чтобы было. Он по уголькам любит ходить. У меня другой характер. Что не было этого? Люба. Я пошел в старости и сказал, да вы что. Пришли так. Люба. Рядом живет. Повторяю, хорошая женщина, трудолюбивая. Ты видел, что гуси ходят? Ну иногда заходят. И иногда, каждый день пасутся. Она в лагерь и идёт в поле как раз. Выход один. Поставить доски. Они через доски не перерезут гусяток. Гуси уже осень, они большие все стали. И решится вопрос. Натяни. Ты не можешь это сделать. Другой вариант. Держи их, заперти и корми дома. Третий вариант. Порубим голову, продай их. Четвертый вариант. Откупи у него участок поля. Я это им говорю. Этот участок поля сколько он собирает. Узнает пшеница сколько стоит на базаре там где. И заплати за это. Что я ей так сказал? Я варианты все время ищу. Староста согласен? Он говорит, согласен. Ну пускай тогда гусь уходит на поле, но мы посчитаем только себе. Не нравится? Ну и безобразно считаете не будете. Это падает проклятие на нас. И проклято нарушает заповеди Господни. Не пожелай. Не пожелай. Не пожелай. Не пожелай. Пушкин говорит. Не пожелай раба. Все, как я согласен. Но не пожелай чужой рабы, и я не могу выполнить. У него 113 любовниц было. Любимого пагота. Там у него строматы столько написано. Один студент Алтайского государственного университета. Ему допустили в архивы. Ему другим там переписал и сказал. Да не может быть. У Пушкина. Ну да. Не может быть. Это после решения. Они избрали кумира. А кумир-то фальшивый. Ну как Высоцкого. Наркоман. Пьяница. Блудник. Табакур. Матерьщинник. И он является светочем для... Кто он такой? Я вот на месте был там очень большой вечер посвященный Владимиру, Семеновичу, Высоцкому. Кто желает, приготовьтесь. Я пришел и тоже. Я хочу. А как Вы узнали? Узнали. Никаким видом не давать мне. Вы развенчаете сразу нашего героя. Все. Все кончилось. Вы кого-то развенчаете. Он одержимый был. Он демонов видел все время. И написал пакостное там на Божьей Матери. А почему? А почему Пушкин Гаврилиаду написал, ему ножом не нельзя? После смерти еще Пушкин продолжает это делать. А Вы как считаете? Кончина его была. Примирение с Богом. Дважды причастился. У императора попросил прощения. Получил его. Я считаю Пушкин просчетой. А Лермонтов пуля в лоб. А прокинулся и больше ничего нету. Почему? Соседи скандалил. Уже наказанный ехал в ссылку. И еще на одном вечере пригласили и там его скандалил. 27 лет всего жил и пулю получил. Я Вам говорю историю нашу русскую. А кто тогда пример объявляется? Тот, кто жил и заботился как Некрасов. Миры о страданиях народа. И пошли, повторяя, суди его Бога, разводя безнадежно руками. И покуда ее видите, Бог с ней покрытием и шли головами. Быстро считать нельзя. У парадного подъезда. А там половину выбросили. Там парадный подъезд. Дальше как он умирает, этот богач. Как его хоронят. Полное собрание. Давайте прочитаем. Натсон, Семен Яковлевич. 24 года жил. Куберкулез скосил. Вот образцы какие. Достоевский это пророк. Но он не образец. Он играл в рулетку. Не годится. Вот вопрос. Ты скажешь, с кого брать пример с Христа? С апостолов. Святые некоторые, которые жили по Евангелию. Я вам говорю конкретно. Выговори ему. Выговори ему. И если... Он попросил прощения, прости. А если нет? Матфея написано. Возьми двух-трех. Приди. И снова его в плечи. При свидетелях. Если покаялся, все закончено. А если нет? Всей общине скажем. А если тогда не покаялся, тогда будет как тебе язычный комментарий. То есть третьего этажа вниз головой. Образно говорю. Евангелие читать надо. И применять в нашей жизни. Я вчера и вовлую ночь, у меня один вопрос. Потому что я исчерпал. Все тут. У дяди Муу было проще. Мои гвозди все собрали. Спрятали. Молотки спрятали. И она выходит и колотить. А еще она просто будет колотить поленом по стене. Ей гвозди забивать надо. Ты знаешь, как она тебе. Ну, забьет два гвоздя на дощечку. И там, где большая, шлем лежит богатырский с водой. Она туда пускает. Там кораблики плавают. Ей наказан. Хорошая девочка. Дома это, видимо, как-то обнаружилось. Здесь у нас все это выглядит. Сказано. Вот дядя приехал Сережа. Оставил двух собак. Оставил поводки. Я сам занимался вестировкой собак. Он знает. И он мне именно доверил этих собак. Ураган с нами проехал от Тихого до Атлантического океана. При нем мы спали спокойно ночью. Мимо его птицы не пролетели. Вот для этого и есть. Я бы их кормил. Каждый день высчесывал. И сегодня я ее не высчесывал. У тебя там она лежит. Куча навалена у ней. Быстро туда иди. Убрал? Куда? У своей собаке убрал? И не бегом. Бегом. Накорми напой. Я накормил напой всех трех собак. Вот это одна. Привязанная ей не занимаются. Я каждый день выгуливаю. Мне инструкцию он дал. Я должен строго по этой инструкции. Нога у меня заболела. Я сейчас не могу. Не имеет значения. Я подрядился. Я хоть полскобно пойду. Я обязан выполнить. Вот мне доверил. Это надо ценить. Он не тебе доверил собаку, а мне. Понимаешь? Маленькие дела. Какая собака чемпионы? И тот этого сделал чемпионом. А ты вижу у него там собака оправилась. Поставление оправились за день. Почему? Я быстро собаку, вывожу. А где-то второе. Мне даже уголять не за счет. Воды в каждую банку принес. Добавляю. Он сказал, вот это варить лапшу. Мама твоя сварила. И прочее. И так, если братцы греши против тебя. Вот теперь мы на практике разобрали. А таких моментов может быть очень много. Вот у нас есть люди, которые не застегиваются. А что особенного? Тебе не надо. Ты знаешь, что масоны это делают. Если он в галстуке застегнул. Если галстук снял обязанность, то у него хрустове написано. Если у него костюм, то нижняя кугольца должна быть расстегнута. Это масоны. Управляют всем миром. Приводная техника. Если на какие-то пугольки смотрят, ты еще не знаешь. Поэтому молчи. Я делал исследование по этим темам. Допустим, я опрашиваю 50 человек. Заходят из университета. Профессор идет. Я спрашиваю, ага, сколько у вас, зачем? Этикет так требует. Они меня знают. Спокойно отвечают. Студенты. А как шариков говорят. Красиво. Вы помните? Красиво. Там почти вредные. Это знак. Их маленькие детей сегодня к этому приучают. Женщина бесплатка. Что это означает? В двуми везде сидят. Это означает, что она над собой власть мужа не имеет. Первое. Второе. То, что она не молится. Все. Мы проехали по мусульманским странам. Как небо и земля. Все абсолютно в платках. У Рамзана Каделя, у женщины есть там в Совете, когда идет Совет. Две или три женщины в платках. Здесь ни одной. Нигде. Украина, Рада, там нигде никого нет в платках. Вот и тебе непонятно. Совсем ничего не понятно. Это означает, что мужа не слушается. Она криком читает. А я его не слушаюсь. Платок долой. А этого одета. Хиджаб все. А я его слушаюсь. В любой момент могу молиться. Я у казахов делал пищи. Казахи. И одна казашка сказала. А у нас обычный такой. Вот она вышла замуж, чтобы луна и солнце не видели волос. А ребятишек сколько? Сколько Бог даст. Бог даст. Барашка. Бог даст травинку. Простые слова. Рамзан Кадыров, находясь в Российской Федерации, ввел закон. Преступление делать аборт. За время перестройки 120 миллионов сделано. Государства нет. Менделеев говорил, что если по его расчетам, то в 2000 году должно у нас быть 600 миллионов. А сейчас в 18 лет нас было уже 700 миллионов. Каждый год в России прибыль была чистая, не считая мертвых. 3-5 миллионов. Первой мировой. Это не захотели и не захотели. Нация самая быстро исчезающая на земле русская. Все. Парни не хотят жениться, девчата не хотят рожать и прочее. Это, как потерял Алексей Второй, об этом заботился. Как говорил Солженицын, сбережение народа. Этого ничего нету. Пустой звук. Исчезающий, ее нельзя остановить. А зачем эта нация нужна? Когда друг друга съедают. Сегодня говорят, налоги на туалеты, на сараи. ЖКХ съедает людей. Опять электроэнергию повысили. А Шубайс выступает и говорит, мы несметно богаты, мы не знаем куда деньги. Они не знают. Мне переведи. Я их использую. Прибыль, комбайн, технику. Дороги проложим. Учителям зарплату у нас 5 увеличить. Школу построить. А если бы были бы у нас, то в течение года бы тысячи человек приняли. Верующие, хорошие. Но средств нет, выполнить не могут. Одна осталась с теми ребятишками. Она была бы здесь, мы бы ее приняли. Мы не можем строить никому ничего. Все? А ты ее прогулял? Нет. Нет. А я две большие собаки прогулял. Не любишь ты собаку? Ей даже не доказывай. Ты должен был прогулять, бегом прогуляй. А вокруг дома обойди. Илюша вчера унес 10 будыльков только. И пришел домой, слег, заболел. Голову напек. Или купался где-то. Вот так. Работать надо, учиться. И с Священным Писанием все сравнивать. Вникай в себя и в учения. Занимайся с ним постоянно. И вот так поступая, ты спасешь и себя, и слушающих тебя. Аминь. 1 Тим. 4.16. Не просто считай и считай, барабай. Вникай. Сравнивай. Как? А если бы я был неверующим? Как бы я поступил? Я огорчил вас, да? Огорчил об этом. И как вы говорим это огорчение? Огорчение я не могу остановить. Опять то же самое. Один день прошел. Незабытие. Вот два парня, кто потеряет. Как выходит, отец сразу уходит. И они сразу за ним. Никогда на собрании не остаются. А у меня как раз про детей иногда. Они тут лазили по садам, поломали сколько. А я их высчитал. Я слепых с нами снял там в саду. Дождь был как раз. Приходят, правда. Ну-ка, я на другой положил. Давай. Все, я его тут же вытащил. Я не был. А как твоя нога туда попала? И вот выходит из храма. Я говорю, никуда не уходите. Сейчас вы со ступеней с крыльца спускаете. Сейчас собрание и вы пойдете. На улице там собираемся. За пределами от этого. И он подходил бежать. Кончилось собрание. Я пришел. Мать призвал. Вот. Я говорю, дома ребята. Дома. Вызовем. Выходит. Я спрашиваю. Ты почему убежал? У него в голове там два шарика, наверное. Или две дорожки, говорит. Одна поожрать, а другая куда-то сходить. Вот. И он начинает думать. Забыл. Ну как забыл? Три ступеньки. Ты на второй ступеньке услышал, а на первой забыл. Ты же рядом остановился, побежал. Забыл. Вот. Второй выходит брат. И они друг друга поддерживают. Сегодня брату было бы 25 лет уже. Десять лет назад случилась трагедия. Этот 15-летний погибает. У Бога все вымерено. Мы, конечно, боремся до покой. Страшная трагедия произошла здесь. Потеряю. И все рассказать даже нельзя. Такая страшная, что даже в литературе не освещается. Я в литературе не мог найти подобного. Вот какое дело. А когда маленькие они были, все время играли на дороге. А отец делал песочицы в ограде. Они там... Я их прогоню. Я тогда ездил с хворостиной. А там, мои дети не тролль. Твои дети... Почему они на дороге? Написано, не играйте на дороге, дети. Опиши лися. Я только ухожу, они опять на дорогу. Все. Сомкнулось. Сошлось. Как облигация. Все номера сошлись. Ребенка нет. И вместо покаяния страшная злоба. Ни на кого. Как будто бы она все. Был бы не потерять, этого бы не было. Люди гибнут везде. Я в Америке видел велосипедиста Шибри маленького. Он мне за машиной, он цепился. Он лежит, велосипед рядом. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Надо очень внимательно слушать. Я детей этих почему гонял? Это дети. Мы взрослые, несем ответственность. А остальные прошли мимо. Даже разговора нет никакого. Им разницы нет. Мне разница есть. Я видел и не участвовал. Господь спросит. Если ты не знаешь это. Иезекииля 3.18. Это будет тебе напомнено. Вот так. Брат поступает неправильно. Ты обязан выиграть. Это в обязанность ставится. Иначе он погибнет. Раз ты не сказал. Но его кровь я защищу с тебя. Бог говорит. А если говорил. А он погибнет. Его кровь на его голове. А ты за то, что говорил. Спас твою душу. И говорил не просто так. А со всей строгостью. Какая интонация. Ты враг правды. Сын дьявола. До воли будешь совращать. В прямых путей Господних. И вот напал в мурак. И он выкался. Вы знаете, как он говорит. Или его волк. Это не просто так. Ну ладно. Ты извини меня, пожалуйста. Мне нравится немецкий язык. Допустим. Они лёдщик ведет. И он одним словом скажет. А японцы нет. Даже нападает он. Будьте так добры. Я хотел сказать вам. Извините, пожалуйста. Там сзади вас стреляют уже. На вороте. А кто знает немецкий язык? Человек сопротивляется что-то. Он говорит. Гатта маур. А что означает? Заткнись. То есть. Закрой пасть свою. Всё. Одной праздник. Одной. Какой? Язык командующих. Самый такой изысканный язык. Где-то там французы сядали. Вот они это. Человеку нужна чёткая программа. Внимание. Наблюдайте за собою. А 10-17 говорит. Остерегайтесь людей. Евангелие говорит. Матвея. Ибо они. Люди. Будут предавать вас. Предавать. Не просто к властям куда-то пойти. А предавать. Всему наученному. И что как было. Так мы уходим. На этом всё. Переодеваемся и уходим. И когда приходим. Просьба. Вырослых. Быстро переодевайтесь за стол. Лишьrawку. Споч XXX.